Приветствую тебя практикант! Меня зовут Дора и я мастер сборочного участка завода Штовер из Штетина. Наше предприятие помимо швейных машинок выпускает еще и детали для минометов, полугусеничные вездеходы и легкие армейские внедорожники. И сегодня ты будешь вместе со мной изучать устройство зенитной версии нашего внедорожника для последующего его производства. А изучать матчасть мы будем на примере модели от ICM в 35 масштабе. А если ты хочешь найти сырье и полуфабрикаты для другой военной и гражданской техники, то загляни в интернет-магазин «Модельная лавка». Там ты найдешь все свежие новинки мира моделизма по приемлемым ценам с быстрой доставкой по всей России. Выбирай свой любимый бренд и получай 25% скидку на ее продукцию. А по этому промокоду ты получишь скидку в 200 рублей на первый заказ. Пошли изучать устройство автомобиля. Приступим к обзору коробки. Тут все просто. Первое это бокс-арт. Собственно больше тут ничего и нет с обратной стороны. А так очень здорово. Самолеты, деревня, поле, одуванчики. Все круто, красиво, здорово. Так, ну что. Самые интересные это детали. Они находятся в этой коробке. Ну тут классические леднички. Ледники с прозрачными деталями, которые сделаны очень качественно, очень чистыми, тонкими и масштабными. Также тут присутствуют ледники с деталями этого набора. Единственный минус, который я сразу хочу заметить, что вот видите колеса. И колеса они состоят из двух половин. Но это не то, что плохое качество, а сколько не очень удобно, например, зачищать будут все вот эти швы. И при соединении двух половин всегда бывает какой-то дефект. Не знаю. На мой взгляд. А так набор выглядит очень качественно, очень тонко, без оплоев. Видите, даже на всех мелких деталях видны даже какие-то пружинки, винты. Пластик очень приятный. Вот, например, ярко видны пружинки. Они идеально отлиты. Ну супер. Это очень классно сделает модель вашу более похожей на прототип. Тут меньше условностей. Как, например, было бы, например, в 72-м масштабе, мне кажется. Вот, собственно, весь обзор. Вот решетка радиатора. Смотрите, как она чисто, классно сделана. Почти как настоящая. Ну и в конце, как всегда, инструкция. Не знаю, инструкция от ICM. Это прямо идеал инструкции. Она красиво выглядит. Тут небольшая справка о броневичке. Ну и сборка. Декаль. Декаль тоже очень информативная. Так. Ну и теперь шаги сборки. Тут все просто и понятно, и быстро. Не знаю, мне очень нравятся их инструкции. То есть, не перегруженные шаги. И при этом все очень крупно и детально нарисовано. Прям чертежи настоящие. Раз, два. Да. Конечно, нас пугает число 82. Но все равно это довольно-таки, я думаю, будет несложно с такой инструкцией. И в конце схема окраски. Тут всего нам предлагается два варианта. Ну, это и разница в декалях в основном. А так. Серый цвет. Все. Обзор закончен. Давайте приступать к сборке. А перед началом просмотра я хочу рассказать вам о выходе новой сборной модели. Легендарный Ferrari 250 GTO в масштабе 1 к 8. Помимо подробной детализации как интерьера, так и экстерьера, модель будет электрифицирована. У модели будут зажигаться фонари, поворотники и стоп-сигналы. Сборка этой модели отлично подойдет начинающим моделистам. Подробная инструкция вам поможет. А оформив подписку, каждый месяц вы будете получать набор с деталями. А если подписка будет оплачена картой, то и доставка в любой город России будет бесплатной. А оформив подписку с первого номера, вы сэкономите почти 2000 рублей. Всего в коллекции будет 100 выпусков, а тираж будет ограничен. Так что модель будет настоящим эксклюзивом. Переходите по ссылке в описании, чтобы оформить подписку. Это легко и просто. А начала я, конечно же, со сборки шасси. И обратите внимание, какая сложная и филигранная подвеска у этого, казалось бы, неприметного армейского внедорожника. А подвеска этого автомобиля для того времени – это нечто невообразимое. Каждое колесо находится на независимой подвеске на двух поперечных рычагах с пружиной. И согласитесь, что для такой утилитарной машины, время которой ограничено, это уж немножко перебор. А точность проработки модели можно сравнить с тем экземпляром, который находится в экспозиции выставки «Моторы войны» в парке Патриот. Кстати, подобные видео, экскурсии по техническим музеям вы сможете увидеть на канале Даша Техник. Ссылочки будут в описании. На следующем этапе я собрала двигатель. И тут он классический для машин того времени. Рядный четырехцилиндровый двигатель мощностью аж 50 лошадиных сил. Тут стоит именно четырехцилиндровый двигатель, что говорит о том, что машина произведена на заводе «Штовер» или «Ханамак». На машины, произведенные концерном BMW, поварцы ставили шестицилиндровые силовые агрегаты. Также на двигателе размещу навесное оборудование – стартер и генератор. Также на автомобиле смонтирована система жидкостного охлаждения. А потом я поставила на модель приборную панель и приборы управления. Далее я закапотировала двигатель. И капот состоит из трех частей. И особенно мне нравятся филигранные передние крылья. Прям произведение искусства. Вот и мой маленький гелендваген собран. Видите, характерный для поздних машин кенгурятник. Я также приклеила простенькие двери, руль, раму ветрового стекла. И, конечно же, пулеметную установку с двумя MG34. Именно MG34. Ведь эту машину перестали изготавливать примерно тогда, когда начали производство швейной машинки Гитлера – MG42. Пошли со мной в окрасочный цех. А начнем мы с грунтовки. И как можно добиться немецкого качества окраски без предварительной подготовки модели? Я грунтую по традиции черным грунтом от фирмы Pacific. Продукцию этой фирмы вы, конечно же, сможете найти в интернет-магазине «Модельная лавка». Ссылочки и промокоды на скидку, конечно же, в описании. Основой конструкции этого типа у вездехода служила обычная рама коробчатого профиля. На нее ставился простейший кузов с легким тентом. Причем для вездехода в BMW кузова поставляла фирма Ambibat. И они были цельнометаллическими. А Штовер и Ханамак довольствовались деревянными кузовами собственного производства. Лобовое стекло этих машин опрокидывалось на капот. Внутри салона имелась стойка для хранения штатного стрелкового оружия и ящик для боезапаса. А снаружи крепились шансовый инструмент. В основном лопата или кирка. Также хочу обратить ваше внимание на то, что автомобиль из себя представляет поздний вариант автомобиля Штовер. И на это указывает только одна управляемая, то есть поворачиваемая ось – передняя. И это логично. И кенгурятник перед решеткой радиатора. Автомобиль полноприводный. То есть ведущими являются все четыре колеса. Главными техническими особенностями этих машин являлись постоянный полнопривод и блокируемые три дифференциала – межосевой, межколесный, передний и задний. А расход топлива был внушителен даже для тех лет. Автомобиль пожирал от 17 до 25 литров бензина. КПП имело пять ступеней, из которых одна была понижающей и включалась в тяжелых условиях бездорожья. На заднем торце коробки в том же картере находились компактные механизмы раздатки и межосевого дифференциала. Они уходили вниз в разрез полу кузова, где под коробкой между лонжеронами рамы из картера выходили карданные валы, передающие крутящий момент к редукторам обоих осей. Весь пол кузова состоял из съемных люков, что должно было упрощать ремонт. Снизу под лонжеронами рамы часть агрегатов прикрывали защитные поддоны. А теперь самое интересное, окраска машины в базовый цвет и до 43 года стандартным оттенком для немецкой техники являлся темно-серый. Им я и буду красить, причем пользуюсь я тут краской от Arma Colors. Это старые запасы еще от прошлогоднего немецкого броневичка. В целом стандартной баночки спокойно хватит на 3-4 таких модели. А поскольку я грунтовала черным цветом, то прием предварительного затемнения я делать не буду. А оттенок базового цвета я буду регулировать количеством наносимой краски. То есть на внешних или выступающих элементах я наношу больше слоев краски. А на тех, которые должны быть в тени, меньше. Вроде бы все логично. Кстати, при покраске я использую очень удобный держатель для моделей. Один магнит я разместила в салоне, а второй находится на самом держателе. И модель удобно крутить, и во время окраски нет необходимости трогать ее руками, что поможет вам избежать лишних проблем. Боевое крещение легкие стандартные получили в Испании в составе немецкого легиона «Кондор». Опыт гражданской войны в Испании выявил слабость двигателя, недостаточную надежность, большую трудоемкость обслуживания. Опасным оказалось управление всеми колесами на высоких скоростях. Автомобиль опрокидывался на поворотах уже при скорости более 25 км в час из-за узкой колеи и мягкой подвески. Всего же сделали около 13 тысяч экземпляров этих легких армейских автомобилей, и большая часть из них оказалась потерянной на Восточном фронте. Причем причиной гибели машин стали отнюдь не советские бомбы и снаряды, а дороги и морозы. И ни к первому, и ни ко второму легкие немецкие вездеходы оказались не приспособлены. И уже зимой 1941 года немецкая машина потерпела крах, оказавшись совершенно не подготовленной к погодным условиям Восточного фронта. Вот тут я закрашиваю в базовый цвет спаренную зенитную установку, и тут без особых хитростей, просто закрашиваю в серый цвет. А вот здесь я слегка высветляю базу. В основной серый цвет я добавляю белый и прохожусь по выступающим местам. А теперь настало время нанесения шейдера. И шейдер это жидкая черная акриловая краска, которая наносится небольшими порциями на низком давлении. Иногда приходится наносить шейдер в несколько слоев, так что результат порой виден не сразу. Так что включаем художника и наносим шейдер там, где по логике должны быть тени. Это больше творческий процесс, чем механический. И тут главное не переборщить. Но в случае ошибки всегда ее можно исправить нанесением базового цвета. В 1942 году, после провала плана Барбаросса и близившегося коренного перелома в войне, победы Красной Армии в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года, 90% всех военных подразделений отказываются заказывать легкий стандартный, мотивируя его несоответствующим задачам в военного времени и отдавая предпочтение более простому, легкому и, главное, более дешевому Volkswagen Type 82 Kubelwagen. Экономика Германии испытывала серьезную нагрузку, не успевая пополнять ряды выбывшей тяжелой техники, танков и самолетов. И по-настоящему внедорожные автомобили, особенно такие технически сложные, как легкий стандартный, теряли приоритет. Как бы ни стремился сумрачный немецкий гений создать идеальный внедорожник, легкие стандартные, как и другие колесные машины, оказались попросту бессильны перед полным или частичным отсутствием дорог на Восточном фронте. Штеттинский Грифон вместе с остальными внедорожниками увяз в советской распутице. Водители жаловались на чрезмерное потребление топлива, частый выход из строя подвески, переломы рамы из-за перевеса, сложность конструкции и невозможность ремонта в полевых условиях. Последний же выпуск легкого стандартного пришелся на победный 1945 год с разрешения Советской военной администрации. В Восточной Германии на заводе Автовело бывшим BMW для народной полиции было выпущено немногим более 100 автомобилей марки P1, под которым и скрывался еще довоенный BMW 325, тот же самый легкий стандартный. Вот так выглядит результат применения шейдера. Видите, скучный базовый серый цвет стал на автомобиле еще более объемный, и модель стала выглядеть еще интереснее. А на этом этапе я делаю модель еще более контрастной. Светло-серой краской, почти белой, даже больше белой, чем серой, прохожусь по плоскости модели. И тут их действительно много. Взять те же двери, крылья, створки капота. Давление тут минимальное, чуть больше одной атмосферы. Так же, как и с шейдером, тут лучше не спешить, и лучше наносить несколько тонких слоев, чем один толстый, и потом его исправлять. При такой работе, при низком давлении, нужно обязательно следить за иглой и соплом аэрографа. На низком давлении краска может быстро засыхать на этих деталях, что может привести к шагрине. Редактор субтитров А.Семкин Вот тут я сделаю модель еще более эффектной. Светло-серой краской по методу сухой кисти. Сделаю акценты на мелких деталях, такие как петли дверей, болты на колесах, вентиляционные щели на капоте, и также выделю грани. Все это я сделаю акриловой краской, но для этих целей все-таки лучше подходит масляная краска. Так что для этой процедуры очень советую обзавестись набором из масляных красок. И подойдут тут краски от фирмы Гамма. Но мне все-таки больше нравится фирма 502 батальон. У них палитра лучше подходит для нашего хобби. Мы просто не нужно лишний раз смешивать. Теперь я как раз масляными красками доделываю задуманное. Это уже чисто белый цвет. Я продолжаю им оживлять модель в цветовом плане. Да, у меня получилась такая мудреная схема окраски. И я думаю, предыдущий этап можно было спокойно пропустить. А вы попробуйте сделать так же. Думаю, у вас получится еще лучше. Далее следует муторная работа. Оттенком старые шины окрашиваю, как вы можете догадаться, старые шины. А после окраски мелочевки нанесу бурым цветом сколы. Это еще более разнообразит цветовую палитру автомобиля. Для последующих этапов работы над моделью мне пригодится глянцевая поверхность. Для этого я покрываю модель глянцевым лаком. Художественности тут особо нет. Просто тупо заливаю лаком модель. Редактор субтитров А.Семкин Настало время смывки. Смывка это жидкая краска на масле. Она отлично затекает в углубление модели и тем самым классно делает акценты на деталях. Вкупе со всеми предыдущими приемами модель на выходе получается на очень интересно выглядящей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вот теперь мне надо снова вернуть штобер в матовый оттенок. Ведь настоящие военные машины матовые, ведь так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А теперь мой любимый прием масляные точки. Они еще больше помогут разнообразить скучный с первого взгляда серый цвет. Также при помощи этого приема я могу имитировать следы дождя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА